Привет! Весь этот урок — подстава, которую ты должен заподозрить и найти противоречия и вообще здравый смысл. Мышление, вот это вот всё в контексте уже того, что я объяснил в рамках теории ограничений, юнит экономики немножко затронул, ну и в целом здравого смысла. Погнали! У нас тут есть задачка на CGM. Мы сделали персону. Демографические данные игнорируем, смотрим на поведенческие данные. Да, это суммарный образ нашей аудитории целевой, ну или какого-то сегмента. Соответственно, какие цели? Похудеть до конкретного веса, улучшить состояние здоровья и самочувствия. Какие проблемы у этого сегмента, ну или у этой целевой аудитории? Опять же, персона — это именно слепок вашей целевой аудитории, собранным по интервью. Ну, у нас было ряд интервью, и мы сделали этот сегмент. Собственно, проблемы его, да? Трудности с поддержанием режима здорового питания из-за нехватки времени и точности в почёте калорий. Предпочтение использования технологий и приложений для контроля за питанием и фитнесом. Итак, у нас есть некоторая Анна Иванова, которая следит за своим весом, пытается похудеть и хочет лучше себя чувствовать, здоровое питание иметь, да, и так далее. Соответственно, из-за нехватки времени страдает точность подсчёта калорий. Вот, и, соответственно, режим сам по себе здорового питания. У нас, предположим, что угодно в контексте этой задачи, то есть интернет-магазин, marketplace, сервис по доставке еды, продуктов и товаров. И вот наша персона — воронка Аида. Причём тут она и почему именно она? Потому что это классика, классическая маркетинговая модель, которая борется и объясняет, собственно говоря. Ну, борется за клиента, соответственно, по определённым этапам. То есть это внимание, интерес, желание и действия. То есть четыре стадии проходит, собственно, потенциальный клиент, то есть пользователь, потом лид, если такое есть у вас в рамках продукта. И затем он становится клиентом. От первого знакомства с продуктом или услугой до совершения покупки. Всё очень просто. Есть какое-то внимание. Цель этой стадии — привлечь внимание потенциального клиента. Интерес, после того, как внимание потенциального клиента получено, он, соответственно, должен проявить интерес. То есть исследовать продукт. У него возникает желание. На этапе формирования желания потенциальный клиент уже хорошо знает твой продукт. Попробовал, возможно, его. Триал. Может быть, у вас фремиум модель, но сейчас не про это. Но суть в том, что он оценивает вас. Потом совершает действие. В конце воронки покупает. На основе этого мы составили Jobs to be done в том числе. Когда я осознаю, что мои текущие методы контроля за питанием не позволяют достичь желаемого веса, я хочу начать искать более точные способы измерения и потребления калорий. Опять же, обращаясь к персоне, мы смотрим на цель, чтобы что? Чтобы похудеть до конкретного веса, улучшить состояние здоровья и самочувствие. Когда я узнаю, ну, следующее, да, Jobs to be done, это в контексте интереса, да, возникает, ну, когда возникает интерес, опять же, в рамках воронки. Вот вторая Jobs to be done. Опять же, из интервью и сегмента целевой нашей аудитории. Когда я узнаю о возможности использования кухонных весов для точного взвешивания продуктов, мой интерес увеличивается, так как это может стать решением моей проблемы. Возникает желание, да, приобрести, когда я сталкиваюсь с необходимой кустерикой батарейки для весов, чтобы начать взвешивание, я чувствую сильное желание найти их, и как можно скорее, чтобы не откладывать начало моего улучшенного плана питания. Потому что человек хочет взвешивать продукты, потребляемые с более высокой точностью, потому что он не удовлетворен подсчетом калорий через мобильное, допустим, приложение какое-то. И, соответственно, Jobs to be done, четвертый, на действии, экшен. Когда я ищу интернет-магазин и батарейки, ну, потому что я уже говорил marketplace, магазин или там сервис доставки продуктов, товаров, вот этого всего, типа дарксторов, ну, самокат, Яндекс, еда, вот это, вкус, вилл и прочее. Заказываю их с быстрой доставкой, устанавливаю весы, начинаю взвешивание продуктов, интегрирую эту информацию в мое приложение для подсчета калорий, чтобы сделать шаг к достижению своей цели по весу. Ну, работа сделана, давай, соответственно, возьмем какой-нибудь шаблон типичного сиджема, то есть у нас есть стадия, это та самая либо воронка, опять же, в виде четырех этапов, либо какие-то своя, ну, у нас какая-то своя. Опять же, осознание, поиск решений, принятие решения, покупка, использование и что-то после. Какие-то действия человек составляет на этой стадии, в каких-то точках контактах, ну, он взаимодействует, какие-то эмоции получает по мере каждой стадии и каждого действия. У нас есть какие-то метрики, ну, и, разумеется, ну, гипотеза. Соответственно, на каждой стадии у нас есть какие-то действия, давай их опишем. Мы прям будем ничего не выдумывать, мы просто садимся и думаем, какие же там действия могут быть. Вот когда момент осознания, да, мы будем писать, что это юзер, потому что когда человек осознает, он потенциальный клиент, да, мы не знаем, но он еще юзер, он ничего не купил на этой стадии. Он осознает, то есть юзер осознает, ну, или пользователь может написать, что его текущие методы контроля за питанием и весом, ну, потому что у нас это для контроля веса, улучшение состояния здоровья и так далее, можно это все перечислить прямо здесь, неэффективно. Давай сделаем сразу так, чтобы это все помещалось в рамках высоты. Дальше у него может быть следующее действие, да, но давай закончим с точками контакта, где он это может осознать, да, то есть он это осознает, читая что-то в блогах, он осознает что-то в социальных сетях, он также может это в статьях читать, статьи о фитнесе и питании. Раз у нас персона, ну, собственно говоря, читает и занимается, какие эмоции может человек испытывать? Опять же, мы это сняли с интервью, либо смотрим там по опросам в нашем продукте, ну, в интернет-магазине и так далее, что мы, собственно, над чем мы работаем, да. Все как бы очевидно на этапе осведомления, что раз ты, соответственно, осознаешь, что что-то у тебя не так, неэффективность, да, текущих методов, то беспокойство из-за недостатка прогресса, ну, к стремлению какому-то весу, да, к изменениям. Что еще у нас может быть? Мы можем, соответственно, замерять какие-то метрики, да. Какие метрики мы на этапе только осведомленности можем замерить? Ну, замерить уровень осведомленности целевой аудитории. Аудитории. Дальше. Какие гипотезы у нас могут быть в рамках, опять же, проверки этой метрики и вообще, как мы это можем проверить? Вообще, какие идеи на этот этап осознания только? Очень просто. Запуск рекламной компании, например, компании в соцсетях на тему, опять же, фитнеса, здорового питания и вообще в соцсетях о важности подсчета. Какал напишу, ну, типа килокалории. Ну, окей, звучит логично. Идем, соответственно, на стадию поиска решения, да, поиск решения. Что делает юзер? Здесь какие-то действия должны быть. То есть, раз человек что-то ищет, он исследует. Исследует информацию. Мы ему продаем кухонные весы, да, о кухонных весах. И методах точного подсчета, ну, килокалорий. Дальше. Что у нас здесь по точкам контакта? Сайты с обзорами товаров, форумов. Не знаю даже. Ну, опять же, социальные сети. Дальше. Какие эмоции могут быть? Ну, я не знаю. Надежда. Надежда на улучшение из-за прочтения новых методов. Точнее, о новых методах. Что мы можем тут замерить в рамках метрик? Мы можем замерить количество посещений страниц. Количество посещений страницы, ну, там, с обзорами, которые мы можем публиковать на всяких форумах, ну, на своем интернет-магазине, в своем блоге, видео даже снимать и так далее, да, количество посещений страниц. Соответственно, не только это, но еще количество посещений страниц весов. Давай допишем кухонных. Какие гипотезы мы можем выдвинуть на основе данной информации? Ну, мы можем, скажем так, на странице товара публиковать подробный гайд о том, как измерять, собственно говоря, ну, не знаю, продукты. И страницы с топом. Давай так напишу. Топом товаров в этой категории. Окей. Дальше у нас принятие решений. Ну, то есть мы должны принять решение о покупке. Пока что мы идем в рамках всего, что у нас заложено непосредственно по фреймворку CGM. То есть все у нас элементы CGM присутствуют. У нас есть, соответственно, список и работ, которым соответствует данный CGM. И персона. И у нас есть все, как я уже повторился, элементы. В том числе даже какие-то гипотезы мы уже накинули прямо здесь сейчас. Принятие решения. Выбираем, ну, выбираем товар, да, то есть мы выбираем кухонные весы и ищем, ищем, ну, то есть, окей, давай так, просто выбираем. Окей. Что мы делаем? Что человек в принципе делает вот на стадии принятия решений? Он может искать официальные сайты производителей интернет-магазина. Ну, соответственно, что он может испытывать в этом моменте? Волнение. Почему волнение? Потому что, ну, при выборе. Каждый раз, когда перед тем, как платить, у человека включается мозг. И все любят покупать, но никто не хочет тратить деньги. Вот такая фраза, подумай ее в смысле. Все любят покупать, но не все любят отдавать деньги. И вот здесь нам нужно подумать. Ну, сам посуди, когда тебе нужно какую-то сумму отдать, непонятно за какой результат. Ну, человек волнуется, человек думает, сравнивает, опять же, ценность, выгоду с учетом цены. Волнение при выборе. Ничего удивительного, так сказать, не приходит в ожидании, ну, каких-то лучших результатов, ну, чем были, ну, я имею в виду с приложением и так далее. Что мы можем здесь замерить в контексте метрик? Здесь мы можем замерить поиск. Ну, то есть, раз он ищет и так далее, мы можем смотреть конверсия в поиск и выбор товаров. Ну, то есть, клики. То есть, во-первых, какая у него там, какие термины он вбивает на нашем интернет-магазине, какие товары просматривал и так далее, да, чтобы, опять же, может быть, в рамках гипотезы выдвигать их вперед. Вот, окей, конверсия в поиск и выбор товаров с, нет, давай отдельно, количество добавлений, добавленных товаров в корзину, ну, по данной категории. Окей, какие гипотезы мы можем выдвинуть? На самом деле, предлагать комплект, может быть, то есть, я имею в виду с весами и батарейками, типа комбо, знаешь, вот популярная тема везде, комбо обеды и так далее. Вот недавно я увидел при обновлении самоката, что там тоже появились внезапно комбы, комбо. А как-то, кто знает, я много раз показывал и на стриме в том числе, и, ну, когда делал подкаст, отвечая на вопросы, я показывал кейс самоката одного из прошлых, в прошлом пару лет назад, Мэнти, где мы совместно делали самокат кейса. Соответственно, предлагать комплект с весами и, ну, не знаю, акцию с весами и акции. Может быть, скидки, но я не уверен, что скидку стоит давать. В любом случае, покупка. Собственно, человек покупает весы, то есть не выбирает, а покупает кухонные весы, да? Ну, и батарейки в комплекте. Предположим, что это так. Даже так. У нас была фраза, па-па-па-пам, давай посмотрим. Jobs to be done. Желание и вот действия. С быстрой доставкой. Вот. Давай сделаем с быстрой доставкой. Потому что здесь и сейчас нужно срочно оттрекать, собственно говоря, количество продуктов, которые мы едим, да? Чтобы не откладывать. Ну, понедельник. В комплекте с быстрой доставкой. Окей. Какие уже у нас точки контакта здесь? Ну, я думаю, очевидно, что здесь у нас интернет-магазин. Интернет-магазин. Когда ты покупаешь товары в интернет-магазине, тебе приходит сообщение о почту, на почту с заказом, да? Почта. И еще может быть смс. Заказа. Или о том, что в пункт выдачи заказов, ПВЗ. Может быть еще пуш-уведомление, но уже не будем писать. Не помещается. Хорошо. Какие эмоции мы испытываем? Ну, конечно же, удовлетворение, покупки. Ну и, соответственно, предвкушение от начала использования весов. Почему? Потому что я уже упоминал, все люди любят покупать, но никто не любит отдавать деньги. И вот когда ты покупил в моменте, есть даже психологические всякие штуки о том, что ты предвкушаешь от начала использования. Есть эксперимент с обезьянкой, где ее в итоге научили, что ей больше нравится предвкушать награду. По-моему, это переменная награда или переменчивая награда, что-то такое называется. Возможно, я приложу это в текстовом уроке, но это неважно в данном контексте. Весь смысл урока на самом деле не в этом. Ну, не в обезьянке, не в эксперименте с обезьянкой. Удовлетворение от совершения покупки, предвкушение от начала использования. Какое у нас, соответственно, есть в рамках метрик? Ну, чего-то набор. Сейчас напишу. Коэффициент конверсии. Ну, соответственно, покупки. И время от выбора до покупки, не знаю. Соответственно, что мы можем накинуть здесь по гипотезам? На самом деле, очень, собственно, примитивная вещь это упростить. Сейчас упростить процесс покупки и оптимизировать доставку. Ну, супер. Мы почти закончили CGM. Когда в момент использования что происходит? Ну, я имею в виду, тебе пришли весы кухонные, кухонные, неважно. И, собственно говоря, батарейки к ней. Ну, соответственно, устанавливает батарейки. Начинает взвешивать продукты и вносит данные в приложение. Напоминаю, что человек пользовался для подсчета калорий и приложением. Хорошо. Ну, и давай сразу действие в конце после использования. Что он делает? Оценивает удобство весов, эффективность метода подсчета с помощью весов, опять же, да? Для достижения целей. Делится отзывом. Отзывом. Вот так. Ну, и давай заполнять. Что у нас по точкам контакта, когда уже человек использует непосредственно? Ну, кухонные весы, мобильное приложение. А здесь точки контакта какие, когда человек уже использовал? Ну, разумеется, соцсети. Там поделится. В самом магазине, да? Ну, во-первых, давай так. Электронная почта. Может быть, мы ему закинем опросы, как ему заказ. Внутри приложения. Или, ну, в смысле, магазина. Магазина. Отзыв, собственно говоря. Окей. Какие эмоции от использования он может испытывать? Вот здесь мы можем, собственно, не знать этого. Но точно он будет, ну, человечек, да, наш, Анна Иванова, мотивацию испытывать. То есть мотивация при первых результатах, какие бы они ни были. То есть если мотивация будет, ну, точнее, результаты будут положительными, то есть человек похудеет, он будет мотивирован продолжать. Если нет, он будет мотивирован послать это всё к чёрту. Ну, и, соответственно, давай остановимся на этом. Давай посмотрим, что он будет после. Тут вот спорно. Точно будет желание поделиться опытом, но положительным или нет, мы не можем знать. Потому что мы здесь не отвечаем за человека. Метрики. Что мы можем посмотреть, соответственно, в момент использования? К сожалению, мы не можем ничего тут посмотреть, кроме как повторные покупки батареек. Покупки, да и всё, наверное. Потому что мы не производители весов, мы не можем смотреть. Мы можем смотреть, что там, количество на складе. Ну, как интернет-магазин, да, мы не отвечаем. Количество на складе, чтобы там посмотреть на популярность этого товара. Так. Что мы можем сделать, как продавцы, в контексте гипотез? Придумать, собственно говоря, не знаю, отчётность какую-то внутреннюю на складе. Точнее, нет. Придумать склада. Можем смотреть на, как повысить повторные покупки. Вполне себе. И давай посмотрим, что мы можем смотреть в контексте отзывов, да? Ну, во-первых, количество обратной связи. Даже не так. Стоп. Мы сейчас на... Да, ну, я что-то туплю. Разумеется, мы можем замерить NPS, Net Promoter Score. И, соответственно, количество отзывов. И, соответственно, в рамках гипотез мы можем внедрить для повышения, опять же, повторных покупок в целом. Например, повторные покупки, это не значит, что мы будем повторные весы ему продавать. Это что за весы, которые так быстро ломаются, что их повторно надо покупать? Нет. Мы внедрим систему лояльности. Ну, я имею в виду в рамках повторных покупок мы можем ему рекомендовать какие-то продукты питания и так далее. Всякое может быть, опять же, в этих комбах может быть всё, что угодно. Внедрить систему лояльности для оставивших отзывы. И просто-напросто давать скидку. Ну, какую-то. Просто, опять же, программа лояльности, это и так даёт какую-то скидку. Формально, сейчас я посмотрю, сколько у нас длится урок. Супер, 25 минут. Мы сейчас на этом закончим. Формально мы закончили. То есть, мы составили персону по какому-то сегменту. Будет ли это сейчас то, что я скажу, прото-персона на основе выдумки и знаний команды? Или персона, которую вы взяли в рамках, ну, составив там прото-персону выдуманную, а потом пошли, взяли там 3-5 пользователей для сегмента, ну, на этот сегмент и происследовали. То есть, провели интервью, посмотрели там по аналитике, по вот этим поведенческим данным, да. Посмотрели какую-то воронку, простроили её, возможно, да, и, собственно говоря, может быть, Джобстубидана написали. Вот смотри, к чему был подвох. Если у тебя было мнение, когда ты смотрел этот урок и не читал текстовую версию, мысль сразу, какая-то херня, это хорошо. Если у тебя было, когда ты смотрел этот урок и прочитал, ну, текстовую версию до этого, и что ты сказал здесь опять какая-то херня, ты был прав. Но если ты прочитал текстовую версию или её не читал и сказал, что здесь всё окей, просто я, типа, тороплюсь и какой-то урок смазанный, ты не прав. Почему? Вначале я сказал, что это урок с подвохом. Обрати внимание, работа выполнена. И Джобстубиданы, и юзер, ну, юзер персона, да, вот персона пользователя, и CGM нарисован, и в том числе даже больше, там, какие-то метрики накинуты. Но попахивает чем-то автоматизирован, чем-то таким, что вообще не связано с реальностью. Какой-то абстрактный интернет-магазин. Действительно ли так мало действий человек совершает, особенно в поиске решений, там, по какому-то каталогу? Почему так мало действий? С учётом ещё того, что происходит, ну, точнее, того, что написано в текстовой версии, в контексте знаний, да? И ты будешь прав, потому что всё это сгенерировал чат GPT. Это было уроком для тебя, надеюсь, что этой штуке нельзя никак доверять. Это абсолютно выдумка, никак нельзя не составлять ни портреты пользователей, ни составлять джебстобиданы, ни составлять, боже упаси, воронки. Какие-то метрики абстрактные брать, типа коэффициент конверсии покупки, время от выбора до покупки. Это очень-очень всё сомнительно. Будь осторожен, используя нейросети, они полезны, но только если ты потратишь гору времени на промпты, давая гору времени на контекст, и максимум, что ты из этого можешь получить, это какие-то идеи. А теперь задумайся, а есть ли такие люди, которые хотят тупо похудеть? Никто не хочет тупо похудеть. Улучшить состояние здоровья и самочувствия. Да всем похеру. Все хотят выглядеть пиздато, как какого-то блогера посмотрели и так далее и тому подобное. Просто так питаться правильно и снижать вес никто не хочет. Это тупая идея. Ну, если ты не спортсмен. Ну, это уже другая, опять же, другой сегмент. Проблемы с трудностью поддержания режима здорового питания, но человек уже питается хорошо. Потому что, когда ты смотришь на то, что он считает калории, что он ест, видишь, контекста опять не хватает. Исследований, данных не хватает. Предпочтение использования технологий приложения, так он уже использует человек. Зачем ему кухонные весы? Видишь, даже в этом тупом примере очень-очень много как человек ты задаешь вопросы. Зачем нам демографические данные? Это вообще выдумка. И так далее и тому подобное. Ну, Саиды здесь не наврала, это просто лишь один из промптов. А вот это что за бред? В контексте, когда я осознаю, что мои текущие методы контроля за питанием, ну, типа, не работают. Это очень-очень сомнительно. Никто просто так не берет и не худеет, лишь бы похудеть. Есть работа уровнем выше. Здорово выглядеть и быть здоровым там, условно, ну, физически. Там я имею в виду физически, эмоционально, даже психологически, для решения каких-то даже, возможно, ну, как там, проблем с головой. Такое есть. Но взять и просто поставить себе цель, будучи, занимаясь спортом и, собственно говоря, похудеть до конкретного веса, чтобы просто на кухонных весах, это какой-то очень странный сценарий. Очень абстрактный, с кучей вопросов, с кучей нюансов. И это мой сценарий. И я именно это хотел показать. Нелепость ChargerPT, который не понимает вообще контекст, сколько бы ты ни пытался его дать. А какой контекст? Очень просто. Ну, кто видел меня раньше и видел, что я, типа, ну, жирный был. А я действительно весил в сотку. Даже больше 117, потом падало до 112, потом падало до 100. В прошлом году я весил 97, сейчас я вешу 83. Собственно говоря, тут я не хвастаюсь, я просто говорю, что у меня был, ну, определенный этапность. Я, во-первых, сначала не хотел быть жирным. И у меня была дышка, у меня были проблемы со здоровьем. Я от этого избавился. Очень медленно, очень плавно. Фильтруя диету, ну, что я ем и так далее и тому подобное. Сколько я ем, что я ем. Ну, вот это все, это базовые советы. И чуть-чуть двигаться начал. Потом, в прошлом году, ну, я ускорил это. Как? Двигаясь больше, ходя там каждый день почти летом на баскетбол. С 22 мая прошлого года я начал худеть. В 2023 году более активно. Я уперся в потолок и пошел в зал. Хожу в зал, чуть более правильно питаюсь с переменным успехом. И у меня просто была гипотеза. Блин, а может быть попробовать не только вот, как я Язио использовал, трекер калорий, но еще и взвешивать продукты, чтобы было точнее. Потому что в Язио хоть и точно все, но с переменным успехом. Особенно, когда касается громовок. И я подумал, а что бы не взять весы. Весы у меня есть, и я заказал батарейки. Ну, и, собственно говоря, вот цель выше. Поправить свое здоровье. Затем цель чуть опускается ниже. Это просто поддерживать его. Я имею в виду здоровье. Дальше цель все-таки итогово это здорово выглядеть и быть здоровым. Но никуда не попал. И полностью выдумал все абсолютные этапы и так далее. В том числе и вещи. То есть, которые, я имею в виду, здесь совершаются в рамках действий. Понятно, что стадии, а это здесь не критика. Это любая воронка, пиратские метрики, вот эта самая аида, ака. Это просто этапы. И типичные этапы. Их там максимум может быть девять. Опять же, здесь у нас просто, ну, сколько? Ну, шесть. Какие-то я упустил. Но что действия? Ну, то есть, в рамках, если мы говорим про навык, про CGM, вот он. Он составляется буквально за 20 минут. Если ты знаешь, если я имею в виду, у тебя есть исследованный сегмент, если у тебя есть конкретные этапы в твоем продукте, если у тебя есть воронка, и конкретные действия, которые должен совершать человек. В рамках текстового урока ты увидишь, что если есть текущий интерфейс, тут все просто. У тебя вот буквально интерфейс там есть, продукт есть и так далее. Либо он в оффлайне, тогда ты его переносишь в онлайн. Ну, и, собственно, если вы в онлайне строите текущий интерфейс, который есть, у вас есть какие-то шаги, формы, действия, которые нужно заполнять. И детализирует это по максимуму. То есть, буквально, что человек делает при поиске решений, а не просто исследует информацию о кухонных весах. Нет, это не так работает. Ну, или там покупает батарейку. Точки контакта. Все то же самое. Какие-то блоги, если это осознание, вы рекламную кампанию запускаете, вы куда-то можете писать, опять же, в свои блоги и так далее. Решение как-то искать. Вам нужно где-то увидеть. Точнее, вам нужно так, чтобы пользователь вас увидел. То есть, потенциальный клиент. Это уже, соответственно, принятие решений, покупка, использование. Это уже в вашей стезе. Ну, и после использования тоже. Вы не можете же просто бросить человека. Может быть, ему письмо отправить, напоминание какое-то и так далее. Эмоции. То же самое. Есть еще, соответственно, опыт клиента. Ну, и любые другие, собственно, по вертикали элементы, которые я перечислял в текстовом уроке, можно накинуть. Метрики тут сложнее. Если у вас нет системы аналитики, то будет сложно. Но можно. Как видите, чат GPT даже справляется. Хоть это и бред. Ну, и гипотеза. Тоже бред, собственно говоря. Целую программу лояльности впихивать и так далее. И инвентаризация какого-то склада. Комплекты с весами и так далее. Это тоже очень-очень сомнительная вещь. Ключевой здесь, опять же, голова. Какой бы чат GPT-5 скоро 4,5 не был летом, это не заменит твою голову. Здравый смысл, контекст и исследование. Но сам по себе артефакт, вот он готов. Будет это ли вот такая таблица в фигме? Будет ли эта таблица буквально в Google Doc'ах или Excel? Будет ли это в виде какой-то, я не знаю, схемы, которая будет как-то линейной, ну там, не знаю, отрисована какими-то там линиями, да, завязана на все. Но проще табличкой вот такую делать, ее проще редактировать всем и внедрять, собственно говоря, в процесс. То есть я имею в виду, что в какой-то воркшоп провести стикеры и так далее и тому подобное. Фиг Джимми том же. Но обрати внимание, артефакт делается мгновенно практически. При наличии, либо бог с ней, с персоной, но у нее нету, видишь, очень, даже несмотря на то, что это бред, но здесь есть нотки, потому что я очень много промтил, нотки здравого смысла. Хоть сам по себе запрос, изначально неправильный, он не учитывает контекст. Разумеется, если ты потратишь кучу времени, чат GPT может выдать хоть как-то осмысленный тебе ответ. Но количество времени, которое ты на это потратишь, и количество времени, просто проведя интервью, он уже спорит. На уровне middle плюс, ну, сеньора и так далее. Когда вы переходите на middle позицию, эта штука становится практически бесполезной. И учти, что в целом артефакт готов. Тут нечего добавить, просто, ну, создавал смысл, да, я имею в виду сам по себе работа, сам по себе навык, вот он в тупую. Что мы тогда будем проходить на следующем уроке? Мы будем смотреть, а как вот эти стадии, да, которые проходит абсолютно любой клиент, и как действия, и точки контакта, все это завязано на юнит-экономику. Мы очень близко подбираемся к этому. То есть на циклы, которые я затрагивал частично в юзерфлоу, на теорию ограничений с юнит-экономикой, и си-джем, потому что это очень важно, и деревометрик, и прочее-прочее важно. Именно смысл, основной смысл. Конечно же, он про деньги, зарабатывание денег, и как все это связывается. К счастью, это не так сложно, так что увидимся в следующем уроке.